здравствуйте уважаемые друзья сегодня с вами я заработлив иммиграционный консультант из города сан-диего штата калифорнии надеюсь и желаю что у всех все идет хорошо и я как и обещала вам сегодня буду показывать вам как открыть и uscs аккаунт как видите я нахожусь на в гугле и здесь я уже написала my uscs аккаунт и когда вы пишете то он вам выдает вот несколько таких страниц и я захожу сюда my uscs page и сейчас начну вам показывать как это работает но прежде чем продолжим я еще раз вам напомню что на своем инстаграм аккаунте я знакомлю со всеми новостями сейчас идет очень активная работа здесь и если вы желаете можете зайти и сделать меня follow в инстаграме потому что новости будут идти оттуда также значит здесь у меня не очень много постов потому что мы только недавно начали вот это я такая красавица а здесь я говорила об о том что такое uscs аккаунт и здесь я вам пообещала что мы с вами снимем видео на эту тему если у вас будет желание значит давайте начнем как мы это будем делать значит как мы уже сказали мы сейчас находимся на веб-сайте uscs называется my uscs.gov затем мы идем вот сюда sign in и мы нажимаем на это create аккаунт это значит мы с вами сейчас будем открывать аккаунт для того чтобы открыть аккаунт у вас должен быть действующий имейл куда вы можете войти поэтому заранее подготовьте ваш имейл значит я для этих целей создала новый имейл потому что мы будем сейчас открывать с вами новый аккаунт и мой мой имейл называется это просто для для цели чтобы показать вам ваш uscs email от gmail.com значит еще раз говорю что вся информация на моем канале к ознакомлению только это не является юридическим советом и все что вы будете использовать это под вашу ответственность а я же иммиграционные консультанты помогают только заполнение иммиграционных форм я не адвокат и так значит идем дальше клей так каунт нажимаем клей так каунт и он нас выводит вот на эту страничку значит здесь мы в обоих в обеих этих графах мы должны написать наш имейл значит как я вам уже сказала я здесь пишу ваш с с мэйл . машине с мэйл собачка gmail . а вы будете писать свой имейл которую вы будете использовать и значит и здесь мы его опять повторяем точно так же как ой и там написано с мэйл . значит посмотрите чтобы у вас все совпадало ваш uscs email от gmail и также ваш с мэйл . если как убедили что у вас тут все правильно нажимаете слово сайна итак значит вам пошло сайна сюда обновляем значит имейл confirmation instructions заходим сюда и вот здесь мы нажимаем они говорят подтвердить свой имейл и вот здесь мы нажимаем вот эту голубенькую ссылку мы нажимаем на нее затем они вам говорят про условия использования этого аккаунта для uscs и также здесь они говорят о том что открываете этот имейл этот аккаунт только для себя одного не добавляйте других членов семьи здесь вы нажимаете i agree это значит я согласен или я согласна и затем они вам говорят напиши свой паспорт значит ну давайте напишем какой-нибудь такой строгий паспорт и они говорят your password must be between eight and sixty four characters значит должен содержать буквы числа специальные знаки и эмоции 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 тоже есть окей значит шоу паспорт для того чтобы знать какой у вас паспорт будет и мы напишем к примеру так с большой буквы май аккаунт 2020 например юэсей и три таких знака так копируем его сюда и нажимаем запишите для себя этот паспорт этот пароль чтобы вы его не забыли после того как вы его нажали у вас выйдет вот эта страничка и вы можете использовать аута антикей шин а это на вашем телефоне он должен быть скачан вы можете использовать свой номер телефона а я же буду сегодня использовать и mail адрес после того как я выбрала и mail адрес я нажимаю submit и и они говорят enter your verification код введи свой верификационный код вот здесь для этого мы с вами идем на имейл обновляем его и вот здесь мы видим что нам отправили secure two-step verification код значит как мы видим вот у нас здесь есть этот код мы его копируем и идем сюда на эту страничку и вставляем вставляем этот код еще раз говорю мы идем на свой имейл адрес берем вот этот верификацион код копируем и вставляем его сюда нажимаем слово submit затем у вас выходит two-step verification backup код это обычно вам нужно для того чтобы например если вдруг по каким-то причинам вы потеряли доступ к своему аккаунту он у вас всегда будет поэтому вы его должны обязательно записать или его сделать эксперт ас pdf или же просто сфотографировать а я же просто сделаю скриншот и оставлю его для себя затем после того как вы это записали сохранили нажимаем на слово просит это значит континью то есть продолжаем и вот здесь у вас выходят вопросы значит security questions для чего они вам нужны например они вам нужны для того чтобы reset your password чтобы изменить ваш паспорт ваш пароль примеру по каким-то причинам вы потеряли доступ и когда вы захотите обновить ваш пароль вы должны будете заполнить вот эти все графы и вы должны будете ответить на эти вопросы и главное чтобы они не были одинаковыми значит начинаем значит если вы нажмете вот сюда у вас выйдет очень очень много вопросов но я пойду по порядку которому они здесь указали и предположим мою учительницу опс мою учительницу звали вера дальше идет в каком городе ты встретила или встретил своего мужа свою жену ну в любом в каком вы написали в каком вы встретили в том и пишите я напишу в сандея да и дальше какая была ваша работа первая в которой где вам заплатили ну скажем это было school так все надо писать на английском естественно значит первое спорт который вы играли значит волейбол я была волейболистка кстати и первый город который вы посетили без родителей у меня это был город ташкент так вот это я обычно все сохраняю записываю для себя как и что и потом просто делаю вот такой скриншот для себя самой да а вы же можете просто для себя все это записать или же сфотографировать и потом уже сохранить все на месте чтобы оно у вас было вот затем после того как вы записали у вас не должно быть одинакового ответа на два вопроса например где вы встретили своего мужа и куда вы ездили какой был ваш первый город Сан-Диего Сан-Диего он у вас не будет совпадать поэтому пишите разные ответы или же выбирайте и как я уже сказала вы можете зайти сюда и выбрать любой вопрос который вы хотите нажимаем слово submit значит и вот здесь у нас идет какой тип аккаунта у вас будет так как вы сами заполняете на себя I am applicant I am an applicant petitioner or requester если вы legal representative это там адвокат или еще кто то то вы выбираете это а так вы сами на себя когда вы нажимаете I am applicant or petitioner опять нажимаем слово submit ура аккаунт создали значит после того как вы создали свой аккаунт у вас выйдет очень много вот таких окошечек значит в этих окошечках очень важно разбираться значит предположим давайте покажу вам один вариант предположим вы отправили свой кейс и затем в этом кейсе вы например получили уже письмо в котором говорится что мы получили твой кейс и вот это твой номер кейса для этих целей они говорят add a paper filed вот здесь добавь свой кейс который ты отправлял в бумажном варианте значит для этого вам нужно будет зайти на этот аккаунт и внести эти данные у меня нет аккаунта но я не могу как бы добавлять использовать номера клиентов для этого очень очень легко вы можете набрать здесь ваш номер кейса предположим просто сделаем номер кейса 1 2 3 4 5 6 так сколько там 7 8 9 3 3 3 предположим это номер вашего кейса от кейс так you must 3 а окей они говорят должно быть 13 так ну давай еще 0 добавим так у нас получается 6 9 12 13 и так как видите я просто с балды написала они здесь пишут мы не можем найти твой кейс поэтому когда у вас будет ваш номер кейса вы просто набираете ваш кейс вот тут номер кейса и пишите от кейс и у вас получится и у вас зарегистрируется этот номер кейса в целом очень очень легко дальше значит если вы хотите заполнить какие-то формы онлайн вот здесь дается какие формы можно заполнить онлайн значит мы в основном работаем с формами i90 это когда вам нужно обновить вашу грин карту дальше это по гражданству это если вы потеряли свой naturalization сертификат или же это вы хотите получить certificate of citizenship тоже это делается онлайн и форма i130 и также если вы хотите продлить свой статус предположим я выбираю например application to extend продлить мой статус нажимаете start form затем у вас идут все эти вопросы ответы и они вам пишут здесь что вам для этого нужно сколько это стоит и вас в целом уже ведут с самого начала до конца к этому очень интересный и очень легкий я бы сказала такой аккаунт в целом здесь вы можете подтверждить свою личность здесь они вас попросят ответить на номера внести ваш A-номер документ если вы хотите это сделать и дальше внести свои данные сюда в целом очень-очень легкий такой аккаунт я бы сказала вы можете его открыть за 15 минут и в принципе будет очень удобно за ним смотреть значит заходим сюда опять-таки после того как у вас будут добавлены кейсы у вас будет немножечко другое другой интерфейс там будет my documents my cases и там вы можете заходить и смотреть в целом вот так очень легко можно открыть аккаунт с вами была Зара как всегда остаемся на связи еще раз напоминаю о том что вы можете зайти на мой инстаграм-аккаунт и также мой инстаграм-аккаунт ведет специалист и если вам нужна помощь по введению вашего инстаграм-аккаунта я очень рекомендую эту девушку для ее контактов свяжитесь пожалуйста со мной всего доброго с вами была Зара пока